Какие у вас возникают мысли, когда вы слышите слово султанат? Скорее всего, вы думаете о восточной архитектуре, о колоритных рынках, где арабы торгуют самыми разными товарами, о людях, белых одеяниях и красивых головных уборах. Все это можно увидеть в государстве Аман. Добро пожаловать в удивительный мир страны, где древняя история переплетается с современностью, а великолепие природы прекрасно сочетается с ее гостеприимным народом. Местная валюта – это Аманский Реал. Он введен в обращение в 1970 году. И выглядит она примерно вот так. Здесь изображен султан Амана. Кстати, Аманский Реал является третьей по счету в списке самых дорогих валют мира по версии журнала Forbes. Мы прибыли в столицу Амана – Маскат. Наши приключения начались с района Гала-Хайтс, откуда нас ожидала продолжительная дорога к старинному рынку Матра. Сейчас мы идем с нашим другом Муаммадом в сторону старого рынка. Твое впечатление? Пока это место, мне кажется, не очень приятным. Оно сильно уступает своему соседу, Эмиратам. Но это больше похоже на Саудовскую район. Очень старые машины-такси. Очень редко идут автобусы по своим маршрутам. Ну, выглядит как обычный такой индустриальный район. Он, видимо, относительно такой новый. Много зданий еще строится, кстати. Климат в Амане очень жаркий, тропический. Средняя температура летом около 40 градусов. Правительство страны во главе с султаном уделяет природе и экологии большое внимание. Высаживаются зеленые насаждения. В разных частях страны открываются национальные парки. Побережье страны находится под особым контролем. Короткая история. Первые поселения в Амане появились в третьем тысячелетии до нашей эры. Они были местом обитания кочевых племен и не раз подвергались набегам соседей, пока не были присоединены к составу арабского халифата. На протяжении двух веков эти земли были подчинены португальцам, а после них – персам. В XIX веке был оформлен продакторат Великобритании. Аман был под влиянием англичан до 1970 года. Именно в том году произошел дворцовый переворот. Правящий султан отрекся в пользу сына и на престол зашел Кабус бен Саид. Начало правления султана Кабуса ознаменовалось сменой внутренней политики и изменениями во внешних отношениях. Нам действительно удалось сплотить наш народ. Этот народ трудится очень усердно, чтобы сохранить то, чего нам удалось достигнуть. На сегодняшний день страной правит султан Хейсам бин Тарик Аль Саид, который получил образование в той же Великобритании. После вступления на престол он начал осуществлять реформы в стране и продолжил модернизацию, которую начал его предшественник. В чем отличие дубайского климата от Атаманского, что влажности все-таки мало, мало ощущается. Не знаю, с чем это связано. Садимся в автобус и едем в центр. Передвигаться по Маскату пешком достаточно трудное дело, поэтому мы с братом Мамадом решили поехать на автобусе и заплатить сколько? 800 байсов. 800 байсов. Но единственное странно, что они не пользуются карточками. То есть все оплачивается наличкой. Да. В Маскате нет небоскребов. Здесь нет высотного здания, потому что их запрещено строить, чтобы не терять идентичность. Султаната. Красивый город на самом деле. Чем-то похож на районы Дубая, старые. В Султанате сохранились древние форты и дворцы. Здесь многое свидетельствует о былом величии Амана. Форт Матра занимает доминирующую позицию на холмах с видом на естественную гавань, что делало его довольно неприступной позицией для защиты от нападений, а также позволяло наблюдать за окружающей территорией со сторожевых башен. Считается, что форт построен еще в 15 веке, а затем был усовершенствован войсками португальцев с помощью башен и более прочных стен. После этого периода и до наших дней он оставался важным оборонительным объектом. Сейчас этот форт – излюбленное место туристов. Это вообще мой первый вечер в Маскате. Еще не успел посетить много мест. Но эта крепость впечатляет, особенно вкупе с огнями ночного города. Культура амансов абсолютно отличается от нашей, итальянской. Все очень колоритно. Сейчас здесь достаточно жарко. Несмотря на то, что это пустыня, в Маскате очень много деревьев и парков. Я был очень удивлен этому факту. Завтра мы собираемся на остров Даманьяд и поедем в город Низва. Я с севера Омана, город Шинас. А как называется ваш головной убор? Вот этот? Кима. Оман очень хорош, очень приятная страна. Посмотрите. У вас хороший английский? Потому что я учился в университете Сахар. Время намаза. В эти моменты, когда солнце садится над горизонтом, со всех миноретов звучит азан – призыв к вере, который разносится со всех мечетей Маската. В этот момент мы осознаем могущество веры и красоту звуков. Мы идем по каким-то старинным улочкам. Такое ощущение, что здесь вообще нет людей. И практически все дома как будто закрыты на замки. Мы дошли до рынка Матра, где волшебство арабской торговли оживает перед вашими глазами. Здесь вы найдете практически все. Этот рынок – настоящая жемчужина Маската. Торговцы улыбчиво приветствуют вас. Некоторые из них даже чересчур настойчиво предлагают свои товары. Атмосфера здесь пронизана ароматами специй и местных пряностей. Здесь можно найти всякие украшения, всякий парфюм, разные товары. Но очень много здесь вот этой редкой смолы, которая называется Ладан. И выглядит она вот так. Такие мелкие камешки. Оман исторически прославился тем, что он является главным поставщиком Ладана в арабские страны. Каждая сувенирная лавка здесь – это маленькая история, рассказанная с улыбкой. Какой цвет тебе нравится? Выбираем национальную традиционную одежду для Муаммада. Но этот размер одежды мне… Маленький? Как называется эта одежда? Это Даша. Аллаху Акду. Ага, что ты, Муаммад? Ты ждешь, Муаммад? Все идеально, чистая, Муаммад, сухва. Муаммад, миссию. Спасибо. Пошли. Все, пошли. Поехали. Поехали, брат. До свидания. Меня 100% обманули. Он был реально, типа, огорчен, и, по-моему, мы взяли у него вот это… Огорчение – это чисто актерское мастерство. Он, говорит, 15 лет работал, я уверен, он это тренировал, репетировал. Аман полон легенд из Казани. Он считается родиной легендарных ножей ханджа. Это обоюдоострый и кривой нож, искусство изготовления которого передается в этой стране от отца к сыну. Это ханджар, символ аммана, ручная работа. Вот такие мечи, или, как правильно, кинжалы называются. Ханджар. Выглядят они примерно вот так. Это серебро, да? Есть, это сила? Да, сила. Конкретно. Сила хендмейт. Сила хендмейт. Сила хендмейт. Ручная работа. 100 лет назад вот это все было изобретено в районе, который называется низва. А есть еще варианты? Вот этот из Сура. Это такой город? Название города. Могу взять? Да, конечно. Смотрите, вот это рог, which animal? Это рукоятка кинжала, изобретена из коровьего рога. Сколько стоит? Это рога. И так, если вы досмотрели видео до этого видео, до этого момента, не забудьте подписаться и поставить лайк. Смотрим дальше. Район Риам. Здесь можно окунуться в аутентичную атмосферу Амана. Мы пришли в ресторан, который называется Fresh Juice. Очень оригинально на самом деле. Он находится на самой набережной Маската. Там же, где и башня Матра, и недалеко от арабского рынка. Продавец настойчиво предлагал самую большую рыбу из всех, что есть, но мы решили выбрать красную. Ты прямо здесь же на месте выбираешь рыбу, и после этого уже ее готовят. Сейчас посмотрим, что нам принесут. Итак, нам принесли наш ужин. Вам вот из чего он состоит? Короче, тут есть мята, есть лимон, есть название этой рыбы, я не знаю, но... Обычная рыба. Местные жители вечерами собираются в кафе и устраивают настольные игры. Правда, играть они могут и посреди дороги. Как называется эта игра? 61, только в нее и играем. Это очень старая игра. Вы собираетесь каждый день? Каждый день. С 98-го года. А какие правила игры? Просто ждем победителя. А кто из вас играет лучше? Все хорошие, все сильные. Здесь собираются все мои друзья и играют. Набережная Маската – это настоящая жемчужина султаната Аман. Здесь, среди живописных видов на Аманский залив, расположены многочисленные кафе и рестораны, где собираются туристы со всего мира. Вечером, в атмосфере приятной музыки, набережная оживает и можно наслаждаться великолепным видом и вкуснейшей кухней. Мы поговорили с одной из работниц местного ресторана. По ее словам, мы заглянули в этот район очень удачно. Я являюсь главным менеджером в этом ресторане. Это французское заведение. Два раза в неделю мы устраиваем для наших гостей небольшой музыкальный вечер, так что вам сегодня немного повезло. Мои любимые места в Маскате – это рынок Матра, наш ресторан и, конечно же, район Курун. 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 Я играю на лютне. Это стулный инструмент. Если по-арабски, то это ут. Иногда здесь играю, в других ресторанах, в гостиницах. Я начал играть с 2008 года, потому что моя мама ездила в Сирию и в качестве подарка принесла вот этот инструмент. Конечно. Музыка. Музыка. Итак, мы сейчас направляемся к пляжу Маската, который находится в нескольких километрах от нашей гостиницы. Музыка. Друзья, мы с вами добрались до пляжа, который называется Маскат-Бич. И мне кажется, вам стоит на это взглянуть. Пляж Маската-Азейба, один из многочисленных пляжей столицы, расположенный на северном побережье, всего в 20 минутах от главного аэропорта Амана. Катание на водных лыжах – самое популярное развлечение на этом пляже. Во время заката, когда небо расцветает огненными красками, Маскат-Бич становится местом, откуда можно наблюдать за великолепным закатом. Я наполовину палестинка, наполовину иорданка, но я живу здесь, в Омане, уже 8 лет. Учусь на стоматолога. Каждые каникулы мы стараемся с семьей приезжать сюда. Вот сегодня с моей подругой приехали записывать новый контент про наше очередное путешествие. Тоже снимаете тревел-блог? Да, что-то вроде этого. Вы бегаете здесь каждый день? Да. Сколько километров? 10 километров. 10 километров? Пробежал от своей гостиницы и до парка Губра. И так каждый день? Именно. Хорошо себя чувствуете? Плавать собираетесь? Разумеется, без проблем. Субтитры делал DimaTorzok Мы попросили местного таксиста за два ареала завезти нас в самую большую мечеть в Маскате. Мечеть султана Кабуса. Главное не только в Маскате, но и во всем султанате Аман. В 1992 году султан Кабус решил, что к 30-летней годовщине своего правления его страна нуждается в большой мечети. И в следующем году был объявлен конкурс на лучший архитектурный проект. Большая мечеть появилась в столице в 2001 году. На разработку и строительство ушло почти 8 лет. Мечеть стала сразу одной из крупнейших в мире, а расходы на строительство взял на себя лично султан Кабус. Мечеть выстроена из индийского песчаника. Центральный купол поднимается на высоту 50 метров. Интерьер мечети заслуживает того, чтобы сюда попасть. Примечательный персидский ковер ручной работы в главном молитвенном зале. Он состоит из почти двух миллионов узлов. Монументальное произведение искусства создавалось путем смешения классических традиций и дизайна ковров персидского Тибриза и Исфахана. Мечеть прекрасна. Мне начинает наконец становиться эта арабская архитектура. Сейчас совершим дневной намаз и отправимся дальше. Что особенного вы для себя здесь заметили? Что в подстройках используется много камней. Это, наверное, потому что здесь много годов. Это позволяет держать комнаты и помещения холодными. И еще я заметил относительно того же самого Дубая здесь больше растительность. Думаю, это связано с тем, что Оман раньше начал развиваться. И что позволило в 2001 году построить такие постройки. Эта мечеть является самой большой в Омане. Она умещает в себя 20 тысяч верующих. Меня зовут Муса Альзааби. Я из города Хабора. Я учился на факультете экологии в городе Сандерленд. Нам, пожалуйста, три шаурмы и три карак чая, дружище. Пытаюсь говорить с ними на их родном. Я работал в полиции Дубая 9 лет. Затем переехал сюда, в Оман. Я обучался искусству работы по дереву в Англии. Когда вернулся сюда, я открыл свой бизнес. И это то, что приносит мне счастье. У меня своя компания. Я первый, кто начал строить деревянные дома в Омане. Мы приняли ислам без каких-либо войн. Как только к оманцам пришли с исламом, они приняли эту религию. Народ Омана упомянут в одном из хадисов пророка, да богословит его Аллах и приветствует. Там написано, люди Омана никогда не засловят и никогда не причинят себе вред. Оманцы очень близки друг к другу и готовы всегда помочь и очень добры. Как вы уже поняли, это Муса. Мы встретили его у величественной мечети. Муса – великолепный пример коренного оманца, глубоко уважающего традиции и обычаи своего народа. Он открыто поделился своей гордостью за богатство культуры Омана и, узнав, что мы путешествуем по Маскату, Муса предложил нам уникальный маршрут по самым захватывающим уголкам этой удивительной страны. Люди в Омане очень трудолюбивые, я говорю не ради слова. Они трудились в горах, на пермах, занимались рыболовством. Вплоть до сегодняшних дней они трудятся во благо своей страны. Сложно найти другой такой же народ. Так началось наше увлекательное приключение вместе с этим преданным оманцем, который открыл перед нами двери в мир удивительных пейзажей и богатства культурного наследия Омана. Трудно водить по дорогам Маската? Или, наоборот, легче, чем в любом другом месте? Очень легко. В Омане вообще нет пробок, разве что только в Маскате. И то, только когда люди заканчивают работу и едут домой. Мы сейчас в центре города и дорога свободы. Мы едем к вон тем горам. Видите их? Мы собираемся взобраться на вершину тех гор. В Омане, если у тебя нет денег, ты можешь остановить любую машину, даже если ты остановишь такси и попросишь тебя довезти куда-нибудь. Он согласится. Можешь постучаться в любой дом, сказать, мне нужно поесть или попить воды, они помогут. То есть все готовы помочь? Они очень приятные. Я могу сказать то же самое о своем чеченском народе. О, правда? Мне нужно обязательно съездить туда. Друзья, мы сейчас находимся в очень интересном месте. Это район Маскат-Хиллз. Здесь нас окружает только море и каменные горы. И именно в этом районе провел свои последние дни известный легендарный диджей Авичи. Далее мы отправились к водному катеру, чтобы добраться на нем до невероятной локации под названием Бандар-Хайран. Я даже не ожидал, что даже 10% того, что сейчас происходит, что сегодня будет. Как дела, брат? Я хорошо, как овощи в пулу. Мы прибыли на берег этого чудесного острова. Просто посмотрите, какой здесь вид. Какой здесь вид? Обычная форма и необычного цвета. Я не знаю, сколько им лет, но очень много. Я таких никогда не видел до этого. Как эксперт в этой сфере, он знает эти темы. Повесу домой. Серьезно? Да. Но наше путешествие не закончилось на этом. На обратном пути мы заехали в гости к жителю района Али-Имарад, Мухаммаду, который открыл перед нами мир аманской гостеприимности и традиций. Мухаммад рассказал нам о том, как живут аманцы. Поделился историями своей семьи и традициями, которые они бережно передают из поколения в поколение. Мы находимся в местечке Али-Имарад. Сам я из района Матра. Там, где рынок, вы уже были, да? А моя семья из района Самайи. Мы путешествуем по Аману около трех дней. Маскат большой. Очень большой. Спасибо. Для нас добраться с одной точки города в другую – это по-настоящему сложная задача. Смотрите, здесь, чтобы путешествовать, вам как минимум нужно знать кого-то из местных. Он вас точно свозит куда угодно. И нужно целых два дня свободных других дел, чтобы увидеть все места. От какого места вы лично получаете больше удовольствия? Чтобы просто хорошо отдохнуть, вам обязательно надо поехать в Баддиев, в пустыню. А что значит название «Маскат»? Как правильно переводится это слово? Раньше город называли «Маскат». Это еще до правления султана Кабуса. Когда у руля был его отец Саид бин Таймур. Тогда со всех деревень съезжались в «Маскат», чтобы продавать разные товары. Кто-то привозил овец, кто-то пищу, морепродукты. «Маскат» был центром всего. И все продавали здесь? После подали вот торт, очень вкусный. При этом с чем-то напоминает Наполеон, но вкуснее Наполеона в несколько раз. Это просто что-то с чем-то. И самое главное – готовят дома. Дома. Это невероятно. Арбаш болче. Ошел вэнвэй. Девэнвэй, ну, диктоняте мобина. До 1970 года никто не мог зайти в город после шести вечера. После шести уже никто не зайдет. Город открывался в семь утра и приветствовал гостей вплоть до пяти тридцати. Вы когда-нибудь думали о переезде в другой город? Здесь ведь очень жарко. Лето же скоро закончится. Снова наступит холода. Здесь, в Имарате, либо очень жарко, либо очень холодно. Середины здесь нет. А чем вы занимаетесь в свободное время? Может, у вас есть ферма, коровы? Конечно, они все на фермах. В городе таких мест нет. Правительство не разрешает держать скотину в городе. А что арабы делают в выходные? Кемпинг. Едете в горы? Мы едем в горы, в пустыню, к морю. Если вы завтра будете здесь, мы возьмем вас в такое путешествие. Хотите что-нибудь еще добавить? Нет. Пожалуй, я рассказал все, что можно. Остальное можно найти в гугл. Можно даже ввести в поиске свое имя, и гугл даже о вас все расскажет. Аман – это не просто страна на карте. Это место, где гостеприимство народа сливается с красотой природы. Каждый, кто ощутил его уникальный дух и увидел его удивительную красоту, знает, Аман – это истинное сокровище Аравийского полуострова. Поэтому, если у вас появится шанс, хотя, почему если? Когда у вас будет такой шанс, откройте для себя эту удивительную страну. Аман ждет вас с открытыми объятиями и обещает вам незабываемые приключения и массу впечатлений. Путешествуйте, оно того стоит. Переведено и озвучено по заказу YouTube-канала Рахаим Ти Ви. Просто всегда хотел это добавить в конце. Все, давай, Рахим, я ухожу, давай, давай.